Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в гостях у филармонии филанчелист, совершенно молодой победитель конкурса Нечайковского прошлого, в 2015 году, румынский музыкант Андрей Ионица. Если у вас будут вопросы, то вы можете их задать господину Лунице, а пока свои вопросы задам ему я. Андрей, вы не первый раз выступаете в Большом Заду. Это уже соединено с очень многими воспоминаниями о прошлом для меня. Это действительно не первый концерт. Когда вы первый раз приехали сюда, вы выступали на фестивале «Музыкальный Олимп», который собирает лауреатов международных конкурсов со всего света. Первый раз вы приехали, у вас был концерт во время «Музыкальный Олимпус». Да, это фестиваль «Музыкальный Олимпус». Это был 2014 год, да? Это было 2014 год? Да, это было 2014, да. В 2013 году я победил Хачатурьян в Ереван, и это было как я получил приглашение в фестивале. В 2013 году я поступал на конкурсе «Хачатурьяна», и таким образом я попал на «Музыкальный Олимпус». И для меня этот зал очень особый, и его историческое значение очень важно для меня. Да, очень-очень-очень интересное было, что в фестивале я играл варианты «Рококо» с симфония оркестра филармонии в этой большой холле, и тогда один год назад я играл снова на финале «Рококо» в конкурсе. Самое смешное, что во время «Музыкального Олимпа» я сыграл варианты «Рококо» с оркестной филармонии, и ровно через год я сыграл ровно то же самое произведение на конкурсе Чайковского. Я вам хочу сказать, что ни один велончелист, выступавший в зале, не избежал вариаций рокаков. Когда-то их здесь играл и Эммануэль Фуэрман. Эммануэль Фуэрман тоже был возможность играть здесь. Вы после конкурса Хачатуряна в 2014 году взяли второе место сразу же на двух конкурсах. После конкурса Хачатуряна вы получили два вторых праздника. Да, в 2014 году. Арде и Фуэрман. Если вы уж говорите о том, что на вас произвело такое впечатление, историческое значение этого зала, я тогда расскажу чуть-чуть о том, что Фуэрман приезжал сюда с 1925 по 1932 год и дал за это время 12 концертов здесь. А в ноябре 1931 года он здесь играл концерт Дворщика. Я посмотрела ваши биографии и почти в каждой из них, но опубликованной не в последние дни, написано, что в ваших ближайших планах как раз концерт Дворщика. Когда вы начали все-таки его играть на публике? В различных биографиях, я уверен, что вы делали Дворщик несколько раз. Когда вы начали работать с этой писью? Я считаю, что я был маленький. Я был в школе, когда я начинал практику. Я считаю, что я был 17 лет, когда я играл в региональной орхестре в Руманске. Я был очень молод, когда я играл в школе, когда я играл в первую очередь. Дворщик – это цело концерто для нашего репература. Я очень сильно связана с эмоциональным уровнем к Шостаковичу, но в конце концерта Дворщик – это, для хороших причин, самый любимый концерт в истории. Я был очень молод, когда я начал работать с этим произведением. И в 17 лет, собственно, я сыграл его с руманским оркестром. И для меня, хотя я чувствую себя более связанным внутренне с Шостаковичем, но Дворщик почему-то все равно является одним из самых любимых биолончельных композиторов. На конкурсе Чайковского вы играли Шостаковича. Как вы пришли к конкурсу Чайковского, что вас подтолкнуло, почему вы считали обязательным ехать на этот конкурс, и какие качества нужны музыканту для того, чтобы победить все-таки? Потому что за вами на втором и третьем месте были хорошие виолончелисты – это Александр Рам и Александр Бузлов, которые, кстати, на конкурсе Фойербана когда-то получили первое место. И все-таки вы значительно моложе и, наверное, менее опытный вышли победителем. А жюри было очень авторитетное, очень серьезное. Что нужно для того, чтобы выиграть конкурс? Итак, вопрос. Первое, как вы пришли к идее, чтобы участвовать в Тchaikovsky соревнованиях? И как вы можете объяснить, как вы должны подготовиться для этого? Потому что у вас были очень сильные соревнования, Александр Рам и Александр Бузлов, которые получили первую победу в соревнованиях соревнованиях. И вы были младше, чем их. И вы еще были победителем. И они были отличные музыканты. Абсолютно. Что нужно, кроме таланта? Что нужно для того, чтобы победить такой качественные соревнования? Я думаю, это все зависит от правильного опыта. Что я могу сказать от того, как вы можете сказать. Отправильный опыта. Давайте обратиться к истории. После АРД и Фойнман, и те прайсы, я очень сильно не устраиваю в компетитиях. Я не хочу быть такой же артист, Рекоментирован по количеству прайсов. Я действительно не на соревнованиях соревнований. Но мой челос teacher из Берлина, Jens-Петер Майнс, он приглашает меня попробовать, так сказать, один раз, на Тchaikovsky, потому что это действительно единственное соревнования для музыкальных классов, которые позволяют наиболее видеть Мой учитель Майнс меня очень сильно подтолкнул к этому, хотя я не хотел быть изначально музыкантом, который ассоциируется с конкурсами и с количеством призов, которые он выиграл. Тем не менее, последней такой точкой было то, что это действительно концерт, который позволяет артисту быть наиболее увиденным. конкурсом, да, который позволяет артисту быть замеченным публикой. Я просто решила поделиться, и также представить себя наиболее как с артистом, я помню, предотвращая моя вторая шутка, My teacher gave me a phone call, both my teachers, my Romanian and my German teacher. And then they told me to just keep everything I have. I remember then, the Shostakovich Sonata, in the second round, I already had tears in my eyes from the emotion and intensity of what was going on in the hall. It was such an electric moment that I will never forget. And for me this was the most important thing, that under that pressure and under those circumstances, given the fact that the competition was also live streamed and followed by so many people, that I just got to present my art in my musical voice. For me it was the most important thing to me. And before the second round, I called all my teachers, Berlinski and Romanian teachers, and they both supported me. They told me that I could give the best I could to my listeners. And I remember that when I performed the Shostakovich Sonata, I felt that this was an electric moment that I would never forget in the audience. I remember that even some members from the jury came to congratulate me, whereas they weren't even allowed officially to talk to competitors during... That's right. And from that point on, I didn't really care anymore about the results, because I just knew that a special moment had been created. And this is the purpose of art in the end. And after that, I didn't really care about the results, because I knew that the most important thing happened, and in general, art exists for this. Thank you. It's a very comprehensive answer. After the competition, did you change your career? How did your destiny change? How did your life change after the competition? In my career everything, you know, happened. You have this before and after, like in the TV commercials. Yeah, this was the competition that provided me with everything. We already got prize winner concerts in Carnegie Hall, in Cadogan Hall, here in, you know, both Marinsky and in the Philharmonic St. Petersburg. And it's just an incredible visit card to have. Yeah, I still remember the moment I was walking down the stairs at the prize ceremony. I just knew that my life was going to change. It was a new chapter opening in my life. I remember that I was going to go down the stairs and I knew that my life was going to change. Are you still studying? Are you still studying? I just finished this summer. I just finished this summer. I just finished this summer. That's why I asked. That's why I asked. Did you have to actually pass exams or not? Of course I had to take official exams, even cello. All of them. All of them. Everything. Absolutely. And all of them. Were the professors strict to you or not? Which ones? Not the cello one. Not the cello one. Not the cello one. The other. That wasn't a problem though, but they just judge me as anybody else. Like all of them. What else? You know, I had to do regular theory, hearing and harmony, and all of that. And in bit of musicology I had to prepare a thesis. I needed to prepare a work. What were your pieces on? It was about Domenico Gabrieli and the first pieces on record written for the cello. The first pre-play. And the development of cello. Yes. And the development of viyanciati music. If only so, the development of the cello. Tell us a little bit about your parents how you ad libnet the cello. My parents were several meetings. Were you as their music층s? Tell us about your family a little bit. Tell us about your family. parenting. Do you understand of your musical family or not? I have musical family? As is very Themen of anything that you have music. Моя семья не профессиональные музыканты, но тем не менее они изучали музыку и мама как раз занималась два года. Я очень благодарен ей за ее поддержку. Я так понимаю, что именно с мамой вы начали заниматься сначала на фрагепиано. Я понимаю, что вы начали с вашей школы с вашей мамой? Она была вашей первой ученикой? Нет, она была первая ученика. Она сказала, что даже когда я была одна, я мог бы уже запрещать некоторые песни без слов. Но она меня заставила на лестнице. Когда я был 5 лет, я началась в музыкальной школе в Бухарест. И потом 3 года назад я перешла на чало. Это было... А почему? И почему ты перешла? Я могу сказать это немного. Мама не была моим первым учителем, но она услышала, как я пою. И в возрасте 5 лет она меня отдала по фортепиано. И вот так начались мои занятия. И 3 года спустя я переключился на виолончель. Почему это произошло? Да. Я бы сказал, что это была инспирация моего пиано-театчера. Она сказала, что в этом мире есть достаточно пианистов. И что я имею в виду хорошую музыку. Так что это было бы шумно, чтобы не изучить по-другому инструменту. Она была инициирована учителем, потому что она сказала, что слишком много пианистов уже в мире. И поэтому предложила переключиться на виолончель. Потому что был очень хороший слух. И было бы жалко не попробовать себя в каком-то струнном инструменте. Благодарна ей. Вы благодарны ей? Я думаю, что это был брак сделан на небесах. Я думаю, что это был брак сделан на небесах. Я влепился виолончель в самых первых своих уроках. Но я все еще чувствую себя не очень уверенно во время игры. Я только что приобрел фото пиано для своей квартиры, чтобы я мог время и время заниматься. Это хорошо. А вы помните первую пиесу, которую вы сыграли на виолончели? Помнишь первую пиесу, которую вы играли на виолончели? Кто? Первая серьезная пиеса? Первая пиеса, которую я играл, была «Прелюда» Первая «Прелюда» Первая пиеса Себастьяна Баха. Первая пиеса Себастьяна Баха. Да. Я также помню первые первые маленькие соревнования, которые я играл. И для какой-то странной причины, когда я делал пиано-одиски, соревнования или концерты, я всегда очень нервозен. Но в любом случае я никогда не был нервозен до того, чтобы ни одного челу-перформанса. Я всегда чувствовала очень волнительно, когда я участвовала в каких-то соревнованиях, в конкурсах, в спортепиано связанных. Но когда я играла на виолончели, я никогда не чувствовала этого волнения. Ну, это значит ваш инструмент, действительно. Это ваш инструмент, конечно. А в какой момент было принято решение, что вы начинаете учиться в Германии? В Бухаресте, который славился в былые времена блестящими музыкантами, фантастическим оркестром, шикарным дирижером Джорджи Джорджеско. Сейчас музыкальная культура не на таком высоком уровне. Я просто действительно не знаю о том, что происходит в современной Румынии сейчас с музыкой. И почему было принято решение продолжить образование в Германии? Да, есть огромная знания музыкантам и музыкантского церкви в Бухаресте. Я очень рад вас услышать. Да, знаменитая оркестра. Но мы действительно не знаем о том, что происходит в Германии сейчас. Поэтому вопрос о том, когда вы решили приехать в Берлин? Как была ситуация тогда и сейчас? Я просто хотела бы хоть самое лучшее место для классического вакуанда. Берлин сейчас – это просто огромная метрополя для нашей области. Есть 8 профессиональных оркестров. Концерты всегда продаются. Университеты очень хорошие. Это очень важный центр для моего учителя. Я поехала там в первую очередь для своего учителя ради него. Но также Берлин сейчас – это самый центр музыкальных событий. Там 8 замечательных оркестров. Концерты всегда, все билеты на них проданы. Поэтому это такой очень важный центр для я очень хотелось бы быть. Да. И рынок музыкальный там очень насыщенный. И в то же время очень многие вещи там спонсируются государством. Что это получается? Например, в Америке есть очень много оркестров, которые просто обеспечивают личные донации и личные спонсоры. Это также одна из причин, почему так много молодых американских музыкантов приезжают в Германии, чтобы участвовать или строить их карьеру. Да, в Америке, например, очень много спортизируется именно из частных источников. Именно поэтому очень многие молодые американские музыканты приезжают тоже в Берлин, в Германию. Берлинский фонд дал вам виланчили. Расскажите немножко о своем виланчили. Да, вы выгнете цело от Берлинского фонда. Вы можете рассказать о вашем инструменте? Это в Германии. В Гамбурге есть фон, который существует уже больше 40 лет. Он поддерживает музыкантов молодых до 30 лет, и в 2014 году я участвовала в прослушивании, и таким образом получился мой инструмент. Это Джованни Батиста Роджерри, из 1671. Это красивый инструмент, но я должен был вернуть его в несколько лет, потому что возраст. Это инструмент Джованни Батиста Роджерри, и единственное, о чем жаль, что придется в час какое-то время расстаться с этим инструментом из-за возраста. Вот тот молодой музыкант до 30 лет, который возьмет велончель после вас, которому она достанется, будет говорить, что на ней играл Андрей Ионица. Вы знаете, кто играл на вашей велончели? Это очень смешная история. Я на конкурсе встретила музыканта Аню Олехна, и как только я достала свой инструмент, она сразу складывала, что это был мой челос. К сожалению, я больше не знаю об этом инструменте. Андрей, а вот вам уже пришлось встретиться с разными музыкантами именитыми, с большим опытом, с большими именами, действительно. Кто из них показался вам не лучше ни в коем случае, но ближе к вашей природе, ближе к вашему дрованию? Кто чувствовал себя близко к вашему дружелюбе? Это тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, трудный. Я благодарен за все возможные возможности, которые я привыкнула на сегодняшний день. Я думаю, что мой очень fondest encounter, и мемориум, не связанная с выступлением. Но я встретил Раду Лупу несколько раз, и он, unfortunately, retired, потому что у него есть серьезные проблемы с здоровьем. Но я также встретил его в своем доме в Свеции, и я слушал некоторые из его концертов, которые были абсолютно transcendental. Я не знаю, что я никогда не встретил другого топ-музыка, который имеет просто румынский сарказм. Это очень трудный вопрос, потому что я очень благодарен всем возможностям, которые мне были предоставлены судьбой. Например, я встретил Раду Лупу, невероятного румынского музыканта, который, к сожалению, сейчас уже на пенсии из-за проблем со здоровьем. Но я его посещал в его доме и был на его концертах, которые были абсолютно сверхъестественными. И я не знаю никого, кто имел бы такое румынское чувство юмора, как он. Я также помню, когда мы были в его доме, мы даже играли вместе арпеджионе саната Шуперта. Это было просто для веселья, это очень специально. И просто ради веселья мы сыграли вместе арпеджионе саната Шуперта, и это было совершенно великолепно. Хорошее развлечение. Очень хорошо. Вот, кстати, о камерном музицировании. Мы тут как-то беседовали год тому назад, наверное, со скрипачевым Гелюаном Раклиным. И он сказал, что в Вене до сих пор, еще позапрошлого века, принято вот такое домашнее камерное музицирование. Люди собираются, профессионалы и непрофессионалы, и проводят время, играя трио, квартеты или в четыре руки за роялем. У вас есть такой круг или нет? Мы встретились с Юлианом Раклиным. Он сказал, что в Вене до сих пор еще есть традиция, что люди собираются в домах и играть. Профессионалы и не профессионалы, играют все время. Я имею в виду только в доме, просто для веселья. И на любом камерном фестивале, на который ты поехал, обязательно будет поздняя такая по времени какая-то сессия импровизации. Да, но есть такой фикс-концепт сайт-ридинг хаус-партис. Есть еще к тому же такая традиция чтения в этих маленьких. Да. Такая традиция в Германии. Это чудесная традиция. В Германии по сих пор жива. Чтение какой музыки? Классики или какой-то новой? Это классическая музыка? Чтение. Это классическая музыка. Это только классическая музыка. Мы имеем сотни хаус-партисов, например. Многие из них не обнаружены. Ты просто сидишь там и читаешь, чтобы обнаружить эту потрясающую музыку. Огромное количество национальных произведений, которых еще не известны. И тебе достаточно немножко поискать, и ты найдешь что-то интересное. Хотела спросить, какой предмет в высшей школе муки у вас был самый трудный для вас? И второй вопрос. Если у вас будут преподавания. Какой предмет в высшей школе у вас был самый трудный для вас? И у вас есть какие-то опыты? Да, в консервации. И у вас есть какие-то опыты обучения? Да. Я думаю, что в очень-очень начале я нашел каждый предмет тяжелый, потому что это было в Германии. Да. Я все равно должен научиться правильно. Поначалу все было трудно, потому что это было на немецком в Германии, да. Да. Я прошел 2 года специальные учреждения, после того, чтобы у вас был в Германии. Но пока вы начали правильно говорить, это очень долго. Например, в АРД-компетитиях я уже делала интервью. И я должен делать это в Германии. Я до того уже 2 года занималась частно немецким, но тем не менее все равно попадаешь сюда, становится сложнее. И во время конкурсов мне нужно было давать интервью, что в общем уже тоже. Я очень скучаю по естественным наукам. Я заканчиваю по физике и математике, поэтому я очень сильно скучаю. И, извините, что была еще одна вопрос? У вас есть опыт обучения? Обучение обучения обучения? Да. Я обучаю, когда я задумываю. Я всегда скажу «да». На приглашение. Даже 1 месяц назад я получил приглашение в Германии. Но, к сожалению, я просто не доступен. Но, например, я играл на фестивале в Куре, в Северной Куре, в прошлом году. И они также были большие академии программы. Я тоже участвовал там за несколько дней. Всегда, когда меня просят, я всегда очень открытую обучению. И всегда соглашаюсь. Неделю назад предлагали поучаствовать в мастер-классе в Польше. К сожалению, я был слишком занят. И в Корее недавно участвовал тоже. Да, всегда, когда могу. Всегда участвую. Я также участвовал в Румынии, Ани Мари Паллади. Она мне очень многое, что я нужна. Инструмент-виз, и очень ревенную форму играть. И, да, всегда, я всегда очень рад, что это информация. У меня был замечательный учитель в Румынии, а не Марин Мари Паллади, которая научила меня, в общем, всему, что связано с инструментом и вообще восприятием музыки. Я всегда очень рада поделиться этим знанием с кем-то не было. Можно задать вопрос? Да, конечно. Скажите, вы, кроме Сан-Петербурга, в Москву выступали еще в России? И как вам наши опыты? Да. У вас есть опыт по-производству в Москве? Да. Я участвовал в Иркутске. Звезды на Байкале. Матсуевский фестиваль. И, да, в 2016 я тоже играл в Нижний Новгород. Нижний Новгород. Да. Это тоже замечательно. И это тоже очень особенное место, в Волгах. И, да, и, 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 и. И, and, и, and, you know, everywhere, everywhere, everywhere you go in Russia people are extremely warm, and, and, и. Yeah, that was the second question about the audience. Do you like it? And there we go, yeah. Yeah, but, you know, also somebody like, you know, Люка Дебар, he's a national hero here, and he also enjoys performing in every city in the country just because people are so nice. Да, я выступал в Иркутске на фестивале в Нижний Новгород 2016 году и куда бы я не поехал мне очень нравится страна и волга я насладился замечательно но при этом еще и действительно это замечательно выступать в россии и такие музыканты как люкады бар который здесь просто стал национальным героем это действительно замечательно что люди так воспринимают музыку можно вопрос здравствуйте в тот год когда вы участвовали в конкурсе чайковского там в этом же конкурсе участвовали очень яркие музыканты с кем-то подержите дружеские отношения музыканты during the competition of tchaikovsky whom you probably met and do you actually keep in contact with any of them um the chalists especially because uh yeah you know we were a bit uh separate separated you know cello was just cello was in saint petersburg piano violin in moscow yeah but you know chalists are actually very friendly divas i think we have more of a sense of community than other instruments or at least i like to think so we're always you know very polite and very friendly to each other мы чувствуем себя немножко отделенными потому что велончели была в петербурге а астана инструменты были в москве и тем не менее все равно велончелисты выразился немножко такие дивы но доброжелательные то есть да мы немножко все-таки имеем такой вот позицию но при этом тем не минимум очень друг другу хорошо относимся but after the competition i did a few concerts with with luca also with clara jumi khan and also with with alexandre kononova violinist yeah we we did a bit of canchamber music together and we also did a brownstable in bucharest it's always nice to play with former former great prisoners who are also doing great in their careers now мы также выступали потом с сликой дебаргом и с конно вы поэтому делали концерты и это очень замечательно потом тоже поддерживать этот контакт а где вы заканчиваете бакалавриат по физике математики oh where did you actually do your um baccalaureate that's not a great where did you do that in in bucar lestia high school but alice and like that uh it's orange the turn математика помогает музыканту just the nuts happy you have the in natural sciences okay in musical and vice versa И наоборот тоже, да. Потому что тебе нужно учить много кусочек с сердцем, это развивается твоя память, и тоже твоя скорость думать. И для меня математика и физика всегда равновесие в этом очень артистном и эмоциональном мире. Да, очень помогает, потому что очень много надо изучить наизусть, и математика позволяет развивать быстрый способ мышления. Но при этом для меня естественные науки всегда были таким балансом с этой артистической и эмоциональной частью. Но в математике тоже нам нужно творческое начало, чтобы найти правильное решение. Это несомненно. Вы как видите свою дальнейшую карьеру? Есть ли какие-то цели? Или сам процесс исполнения набора репертуара, концертирования? Это и есть ваша жизнь? Или вы понимаете, что через 10 лет вы должны сделать то-то, через 20 лет у вас будет то-то? Я имею ввиду в музыке, исключительно в музыке. Не то чтобы вы сегодня ставите цель перед собой, но как-то вы видите, что будет через 10 лет. Это не обязательно цель, но как вы это понимаете? Да, я всегда воспринимаю себя на сцене, когда я был маленьким. Я просто знала, что это было моё желание, быть на сцене и выступать для людей, и дать людям радость. Я всегда видела себя на сцене с самого раннего детства, поэтому я знаю, что никогда не смогу это бросить, потому что для меня это самое главное — выступать на сцене. Но, конечно, я бы хотела, например, получить возможность, чтобы больше учиться. Но я бы хотела также и преподавать больше. А каким образом вы себя с раннего детства видели на сцене? Вот вы первый раз вышли на сцену и вкусили прелесть вот этого? Или как это так случилось, что вы с раннего детства себя видели на сцене? Что ты имеешь в виду, что всегда видела себя на сцене? Это было потому, что первое испытание, когда вы на сцене и вы просто сказали, что это ваша? Да, абсолютно. Я всегда чувствую себя в порядке. Для меня всегда было очень важное это связь с публикой. Для меня всегда было очень важно чувствовать эту связь с публикой. И да, для меня это всегда так и было. Я как только попал на сцену и сразу понял, что это моё. И никогда не было чувства страха. Обычно маленькие дети очень свободно себя чувствуют на сцене. Лет в 11-15-е начинается панический страх, Потом, в зависимости от темперамента, от способностей, это преодолевается или остается. У вас вообще не было этого промежутка, когда вам было страшно выходить на сцену. — Ты чувствуешь страх? Потому что, обычно, маленькие дети чувствуют очень свободно на сцене, но тогда, в детстве, когда страх приходит к ним, это изменилось? Это случилось для тебя? — Да, всегда есть такой стадий, но это тоже, знаете, это хорошая стадия, которая нужна для того, чтобы дать энергии для выступления. Я помню, когда я был 12-13 и я начинал практику, серьезно, и я также не знал, что я делал, чтобы решить какие-то проблемы, какие-то проблемы, какие-то проблемы, какие-то проблемы, поэтому, для выступления, я был очень, очень stressed, например, в той возрасте. Но, для меня, всегда, когда я на сцене, это как-то свет, и это совершенно другая история. Я не думаю, что я никогда не чувствовал, когда я был в Гонстинге и в Гонстинге и в Гонстинге. — На самом деле? — Да, только на самом деле. — Какое-то количество страха, оно необходимо, это важно для выступающего, но я помню, что в возрасте 12-13 лет, когда я стал понимать, в общем, какие у меня есть ошибки, над чем надо работать, что происходит, я начал нервничать, но перед выступлением. Но, когда я выхожу на сцену, как будто бы свет включается, и все начинает работать, и я никогда не испытываю волнения именно в этот момент. — Мой бедный фигнятор во время конкурса «Черековская», ей, наверное, пришлось очень много, через многое пройти. — Она сказала мне, что в несколько лет она будет написать книгу с каждым челеском, с которыми она играла. — Она сказала, что хотела бы написать книгу о ее опыте со всеми, или волончилистами, с которыми она играла. — А это был пианист из Петербурга, или вы со своим приезжали? — Вы пришли с вашим пианистом? — Да, с собственным пианистом, с Берлином, Наоко Сонода, которая ввела, когда она получила прайс для лучшего компанистера, и она пришла с другими людьми в этом году, и она получила прайс снова. — Она тогда приехала, она выиграла перед этим конкурс на лучшего компанистера, и сейчас она опять приехала с другими уже музыкантами в этом году, и опять выиграла, так что… — И как же ее зовут? — Она опять назвала? — Наоко Сонода. — Наоко Сонода. — Есть какие-нибудь сочинения из того, что вы не сыграли, и что обязательно хотите сыграть? — Есть какие-то пианисты, которые вы никогда не играли, но которые вы любите? — Я учусь, например, Шостакович Кончетто номер 2, но я еще не получил возможность выступить. — Второй концерт Шостакович? — Да, как руманец, я бы хотела увидеть «Симфония Кончертанте» для cello, которая не очень известна пианистка, но я думаю, что это очень важно привести к свету. — Я бы очень хотела сыграть «Симфония Концертная симфония», потому что ее редко играют, но я бы очень хотела ее больше показать людям. — Вы играли когда-то с Гидоном Кремером в ансамбле, правильно? — Вы играли в ансамбле с Гидоном Кремером? — Да, в Кромберг Академии несколько лет назад. — Он большой поклонник ультрасовременной музыки, и играет многое из того, что написано только-только сейчас. — Вас интересует этот пласт музыки, или вы пока к нему равнатошны? — Он известен для того, чтобы очень фантастироваться музыкой, очень новой музыкой. — Да. — Вы чувствуете такой такой музыкой, или нет? — Да, абсолютно. — И он очень интересный потенциал, и один из самых интересных интересных парней в конец competitions было научить участие на комиссии, в том, что, в фоерманном соревнованиях там, есть комиссия по Брэд Тин, called Oblix Strategies. Мне понравилось это так сильно, что я думал, что мне нужно обратиться на сцену. И в прошлый год я записал мою первую solo песню с ББЦ. И я решила поставить песню на песне. И это также был назван «Облix Strategies». Да, для меня это очень интересно. И особенно участие в конкурсах имеет ту сторону, что есть произведения, которые написаны специально для этого. И исполнять их очень приятно. И в частности, я исполнила тогда «Облix Strategies». И что название композитора? Брэд Дин. Австралийского композитора Брэда Дина. И недавно я записала свой сольный альбом вместе с ББЦ. И включил туда это произведение. И, собственно, альбом сам стал называться «Облix Strategies». с неясной стратегией, когда так можно это ввести. Как долго вы можете не выходить на сцену? Вот какой у вас максимальный перерыв? Вообще отдыхаете когда-нибудь? Иногда неделя могу себе позволить не выступать. Это самую большую сроку. Это роскошь. Это максимальный перерыв? Обычно, да. Обычно, да. Но иногда у вас есть период трех концертов в трех разных странах. Все связаны. Так что… Но в нашем диареве случается, что у нас есть больше дней, а потом у нас есть период безумие. У нас обычно в нашем расписании бывает так, что у тебя какое-то время перерыв, но зато потом у тебя совершенно безумие наступает. Мы должны быть готовы к ранним, поздним перелетам, самым любым, хоть три в разных странах за несколько дней. Ну, сегодня вы можете отдохнуть, и вы очень любите сцену, и у вас завтра будет возможность выйти на эту сцену с нашими филармоническими оркестрами, а у нас у всех будет возможность вас послушать. Спасибо вам большое. Сегодня у нас есть возможность отдохнуть. И tomorrow you will be performing, which you like so much, which must be very lovely, and we wish you the best luck for tomorrow. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.